Мир вам! Мы православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души и вечности. Я мусульманин. Я уже нашел истинный путь. Ну что, что мусульмане-то? Вы тоже умирать будете? А что там за гробом будет? Так у нас почти одинаково. Все так же, как и у вас. Вот, значит, у мусульман загробная участь. У мусульман загробная участь. Очень подробно описывается о мучениях, обо всем. Да. Вот мы с мусульманами в близких отношениях. У меня вышло из печати 38 книг. Я по библиотекам мира развозил когда. То мы в Баку, в доме мулы ночевали. У нас хорошие отношения. Ходили вместе в мечеть. Я там на многие вопросы ответил мусульманам. У них между двумя намазами время было, они там находились. Мы проповедуем Христа, Спасителя, не пророком только, но Второй Рисус Святой Троицы. Он умер за наши грехи. И в доме мулы мы беседуем. Вы можете зарядить и написать в доме мулы беседа. И написать Игнатий Лапкин. Это покажи свое. У нас ресурсы на ютубе есть. Это канал открытым оком о свете Библии. Вот его фамилия как раз перед вами, старец сидит, Игнатий Лапкин. И вот там у нас как раз все эти ролики есть, как мы были мусульманские. Да, мы прошли шесть мусульманских республик, Турцию. И вот сколько мы ездили, а проехали от Владивостока до Лиссабона. И нам встречались мусульмане везде, и во Франции везде. И нигде не было, чтобы у нас были какие-то трения. Вот они на дороге работают, а мы едем, нам надо остановиться, помолиться. Мы расстилаем, молимся, большая палатка. И мы знаем, что они нас в обиду никогда не дадут. Они очень любят, когда люди молятся. Я вот спрашиваю мусульман, скажите, что у вас самое ценное в исламе? Ну, содружество мы. Содружество это и у русских, и у немцев было, Гитлера было. У мусульман конкретно что-то есть, то, чего у нас нет православных. Я бы сегодня вот так проголосовал, чтобы у нас было. Они не знают, что. Я говорю, вы просто не настоящие мусульмане. А вот у юноши спросите. Скажите, что самое ценное у мусульман? Это вера, то, что в сердце есть, которая тебе поможет. Это у православных есть, у баптистов, у католиков, у всех есть. Нет, смотри, смотрите. Суть в чем? Ну, мусульманство, понимаете, Коран, это последняя книга, последнее откровение Всевышнего. Вот. А то, что у вас книга, это тоже, да, откровение. Раньше верили в это. Потом его как-то изменили, и потом начали в это верить. Вот, понимаете, вы друг у друга переписываете, изменили. Когда переписывали, у иреев было Библию, так они напротив каждой строчки, количество букв должны были указать. Если обнаружено три неточности, свиток сжигался. А вам сказали, вы не знаете даже, дороже неба и земли Бог оценил одну букву. А они изменили. Люди умирали. 475 тысяч христиан казнили в первые века. А они искажили. Как кто исказил-то? Покажите оригинал. Ну, что надо? Смотрите, у вас как вера работает? У вас же в церкви же почти мужчин же нету, почти одни женщины. Что? А у нас в мечети одни мужчины. Подождите, я переспрашиваю. Каждый день болятся. Сейчас, подождите, он плохо слышит. Я говорю, что? Он говорит, у вас в церкви почти одни женщины, мужчин-то нету почти. Вы правы. Ну, дальше что? А у нас пятничный намаз каждый день, 5 дней мы молимся. У нас в мечети всегда так. Вот я про это и хотел сказать. Самое ценное у мусульман намаз. Пятикратно в день. А мы молимся. Нет, нет, самое ценное – это вера. А потом, если есть вера, ты начинаешь читать намаз. Ты делаешь милостынюю все, что есть. Мы, которые встречаемся с мусульманами, на 100 человек только один соблюдают. А у меня книга одна написана, 18 том. Я Коран разбираю по сурам и аятам до одной буквы. Сравниваю с Новым Заветом. Откуда взято? Это 750 страниц. Вы реально верите, что человек – это Бог? Человек не Бог. Человек – творение Божие. Ну вот. Зачем он своего сына создал человеком? Что? Зачем он своего сына создал человеком? О! Бог ни перед кем не ответственный. У вас точно так же говорите. Аллах… Это нету. В этом-то нету. Ну, нету или есть. Одинаково у нас понимают. Бог не ответственный. Он сотворил мир. Нам дал жить. Зачем ему сына делать? Зачем он глаза сделал на затылке? Почему третьего глаза на лбу нету? Мне задают вопрос. Так так можно хоть сколько молотить языком-то? Бог сотворил, аминь. Больше ничего мы не можем сказать. Благоговейно. А почему? Возлюбил мир и отдал сына своего единородного. Вот мы беседуем с мусульманами. В доме Мулы. Я вам скажу ролик, вы запишите. В доме Мулы. Игнатий Лапкин. Это моя фамилия. И Мула стоит рядом. Я скажите. Вот Библия. У них Библия есть, Коран. Все есть. Вот открываем послание к Римуам 6.23. Возмездие за грех смерть. Стали обсуждать. Какая смерть? Многие грешат, блудят, убивают и живы. Духовная смерть. Он мертвец. Согласились. Ну а как избавиться от этого? Я когда-то в Санкт-Петербурге беседовал с мулами. Их там я не знаю сколько было. Вернулись они из Мекки, из Медины. Там было несколько имамов. И мне дали слово. Я им вопрос задал один. Скажите. До брачной ночи у вас сколько остаются девственницами? Они меня даже не поняли. Как сколько? Сколько было, столько и есть. А у нас, я говорю. Вот в России. Уже в восьмом классе трудно найти девственницу. Вы для нас пример здесь. Меня называют чуть ли не мусульманином. Вы подыгрываете им. У нас вот в нашей общине, если вы зайдете. Одеты все. Написано. Вот настоящие русские. Муж с бородой. Жены в хиджабах все. Но не хиджабы, два платка, закрытые до волосинки. Просто посмотрите, потеряевка и бракососочетание. Да можно показать просто. Вот у нашей ресурсы открытым окном во свете Библии. Это наш YouTube канал. И там более 13 тысяч видеороликов. Там мы все снимаем, всю свою жизнь. То есть как у нас в деревне живем, как у нас в общине все проходят мероприятия. Я говорю, скажите, вот теперь дальше человек согрешил и смерть. Вы согласны? Да. Ну, давайте разбирать. Вот Адам и Ева в раю. Бог запретил древо познания добра и зла трогать. Умрете в тот же день. Змея больстил. Взяли. Ну, один плод сорвали. Не знаю, там граната, груша, похожее что-то такое было. Ну, если бы мой сад был, и у меня сорвали неразумные дети, они еще ничего не знали. Ну, что бы я ему сказал? Ну, надо, бери сколько надо, дай, то у меня не убудет. У Бога другая шкала. Уже умерло 100 миллиардов людей за тот грех. 100. И в вас смерть сидит в каждой клетке. Их 320 миллиардов. И во мне, и в каждом младенце, в утробе матери. Возмездие за грех смерти согласились все. Ну, а как выйти? Ну, допустим, я не убивал человека. А есть преступники, убили. И он сидит в тюрьме. Теперь я говорю, вы таких принимаете? Молл отвечает, таких Мухаммад не принимает. Аллах не принимает. Он согрешил, ему конец. Я говорю, а у нас Христос принимает. Почему? Он грехи взял на себя. Он послал сына своего, второе лицо троицы. Вы это не верите? Бог один, но в трех лицах. И он родился о Деву Марии. Марьям у вас говорится, а Иисус Иса. И взял грехи мира на себя. И веруя в него, мы получаем прощение. Ну, а вот, говорит, посадили. А человек будет делать добрые дела. Какие добрые? Он приговорен к смерти. Он сидит в камере смертников. Что дальше? Задумались? Нет, таких не принимают. Они выхода никакого не видят. А у нас два разбойника распяты около Христа. И оба они его поносили. Один одумался и говорит, что мы делаем-то? Он невинный, а мы-то преступники. Господи, помяни меня в царстве твоем, когда придешь. Иисус отметил, сегодня же будешь со мною в раю. У нас в этом разница. Вот вы делаете добро, а вы можете что-то просить изменить? А зачем? Зачем? Аллах назначил. А мы даже зная вот это, просим. Вот у жены нету детей. Год, два, три, двадцать лет. И он молится. Я знаю лозунг у каждой мусульманки подарить пять сыновей Аллаху. О, нравится мне. У нас в семье было пять братьев и пять сестер. У нас детей не убивают. В России только один настоящий правитель есть. Это Рамзан Ахматович Кадыров. Он запретил аборты. Я об этом везде говорю. Они меня мусульманином русские называют. Вы за мусульман. Я говорю, хорошее везде беру. За то, что я говорю в Бога. Меня по тюрьмам морили. Я пять тюрем прошел. Двадцать тысяч шесть лет запрещаем психиатрии. А теперь, теперь Господь дал свободу. И вот мы пришли сказать. Вот этот щад рулетка. Это самый развратный на земле щад. И мы узнали про это. Решили спуститься в этот ад. И здесь восемьдесят процентов мусульмане. Одеты, гуляют, пьют. Вот сейчас были где-то в Тоне. Я говорю, зачем вы-то здесь раздеты? Четыре жены не хватает. А тот щад разврата. Мы говорим о Боге. Мы сошли сюда. Молимся, Господи, найти добрых людей. Рассказать. Зачем? А они говорят, а вы-то зачем здесь? Господь говорит, идите к погибающим овцам Израиля. Много, много званых, но мало избранных. И так он оставляет девяносто девять овец, добрый пастырь, и идет за одной пропащей. А тут миллион пропащих. Мы сейчас включаем в Израиле, в Америке, в Германии, заходим где. Везде одинаково. Почему? Разврат. Женщины, как показаны, что они показывают? Это ужасно. А мусульмане пришли сюда зачем? За поживой. И хохочут, сидят. Но я скажу, что мусульмане все-таки к нам относятся лучше. Когда увидят, что я перекрещусь, они руки сложат. А русский он еще... Сейчас один снял штаны и задницу показывает. Неуважение, ничего нет. Почему? Попы не занимаются священники народом. А у них и мам занимаются. Вот я смотрю, шейх выступает. Сестра, надень хиджаб. Купи хиджаб. Выступает другой, третий. А у нас она растрепанная, кудлатая, никому не нужна. Вы для нас пример в этом вопросе. Со своими женами вы культурно обращайтесь, а здесь приезжаете в Россию, как дикие жеребцы. Подряд всех хватают. Мы должны сказать до конца правду. Вчера у нас тут был митрополит. Это главный имам в Алтае. Я это все сказал. Почему вы не занимаетесь народом? Ты на это призванный. Ты должен заботиться об этом. У меня отец был пастухом. А я с пяти лет на поле. Как мы заботились об овечках. Отец был с фронта без руки. И вот утром выгоняет овечек. Он пройдет и всех овечек поднимает. Может быть у нас заболело. Если она объягнилась, то сегненка родила. Мы его из бутылочки кормим. Отец нас приучил. А это живые души, заброшенные, никому не нужны. Почему ваши имамы не смотрят в этом канале? Здесь 80% мусульман. Самое разбратное место. Да, это чисто так, а не на лицо, на язык мусульмане. А они так и говорят. Мы когда делаем не на лицо. А видно, что сидят раздеты и прочее. А я мусульманин. Да как ты себя ведешь? Нет, вы знаете то, что некоторые мусульмане, они больше страдают, чем человек, который не верит в Аллаху. Может быть и так. Может быть и так. Нет, так и написано. Это называют лицемерами. То, что человек на язык верующий, а в душе он не верит. В душе он смеется. А глазами плачет. Вот такие лицемеры, они хуже, чем неверующие. Вдвойне. Вот таких вот называют они такими. Нормальный мусульманин, он просто должен уважать свою жену. Верить в то, что предписал Всевышний. Ну, как бы так. Вот у нас пришел мусульманин, принял православие и стал священником. Ну, у него снимают. Ну, у него все сохранилось. Он то ли дагестанец или азербайджанец, я не знаю. Ну, видно его, что он кавказский-то. И маленькая девочка, лет пять, она на машинке шьет что-то. Маленькая машинка такая. А девочка побольше есть, лет тринадцать. А вы кем бы хотели быть? Ну, у нас кем там, артисткой, там еще что-то. Она говорит, женой. Хорошей женой. Вот этот ответ самый правильный. Она для этого призвана. И она заботится. Мы как-то ехали в Красноярском крае, когда я развозил книги от Владивостока до Лиссабона. И в это время там где-то мы с дороги сбились. И первый человек попался, едет на встречу. Мы остановили и говорим, как проехать? А я гляжу на него, он не русский. Он сразу машину развернул, говорит, туда ехал, а повернул, куда мы едем? За мной езжайте. Свернул где-то, вывел на дорогу, подошел. Вот на меня показывают. А у меня отец такой же, Аксакал. Я говорю, а кто вы будете? Я мусульманин, меня Ахмад звать. Так мы помолились за него. Поехал туда, поехал туда. Вот какие они внимательные. Я это говорю не то, что там подлизываюсь им. Мне это не надо. Мне уж восемьдесят лет. Я насмотрелся всего. И говорю, в моей жизни вот так, чтобы нападали, как русские там. Ни одного мусульманина такого не было. Все с уважением. Там Аксакал. Как-то драка была между русскими. Наши родители в Киргизии жили. Ну и там уже сумерки так, темнело. Ну и там большая драка между ними была. А я иду с братом. Они, ну видно, он выше меня ростом, молодой. Подбежали ему раз, а следующий бежит меня бить. А тот обернулся и кричит Аксакал. И все вокруг меня оббегают. А у нас бы спрашивать не стали, меня туда же бы. Понятно как? Это воспитание зависит. Это воспитание, потому что вы все занимаетесь этим. У нас собрать мужиков в одно место пять раз в день нигде не удастся. А они пять раз намаз совершают. Это самое ценное. Но мы вот, наша община, мы семь раз собираемся. Мы семь раз молимся, кто может. Семь раз. И сто поклонов, царю небесный. Молимся. Поэтому мы в доме мулы были. Всевышний говорил, что нужно сто раз в день молиться. Потом ангел подошел, пришел к Всевышнему и сказал, что Всевышний как-то помилосердствовал к людям. И Всевышний сделал так, чтобы люди молились пять раз в день. Потому что сто раз в день это как-то невозможно. Всевышний это знает. Просто он хочет, чтобы ангелы ему говорили это. Ангел, для чего он создал? Для цели. У каждой вещи есть цель. Вот если человек выйдет на улицу, что он делает? Он то или идет на учебу, то или идет на работу. Он же не полетит на Марс. Он не делает других целей. Обычно то, что есть, он делает. Для чего он создан, скажем, да? Для одной цели. Поклоняться Всевышнему. Все. А это просто работа чисто, чтобы добывать, не знаю, материальное, то, что, чтобы обеспечивать свою семью. Ты все равно умрешь, но что ты можешь сделать? Твоя власть тебе не поможет. Тебе ничего не поможет. Ну, мы ехали. У нас два благовестника и шофер. И мы все время молились. Дорогой останавливались. В городе побудем. Я в библиотеке подарю книги свои. 38 томов у меня вышло. И мы молимся. Палатку расселим. И через Урал переезжали. Смотрим. Такая же газель, как наши. Остановились. И там один человек. Выходит юноша. Ну, я не знаю сколько. Как будто лет 16. Вот на вас похожи. И он вытащил тоже матрасик там. И стал молиться. Дастархан. У русских мы никогда такого не встретим. Мы верующие. Это мы миссионеры. Едем. Это тут все объяснимо. А это просто на обыкновенной машине. Простой юноша. Он обычное дело творит. Он встал на колени и молится. И вот здесь мы рядом. Машина наша. Мы друг за другом сразу. Мы в Баку были как-то. Ну, сейчас в советское время. И в кассе стоим. Там долго с билетами. А тут, видимо, мусульмане расстелили большое одеяло. И они стали молиться. Мы, долго не думая, рядом расстелили. И стали молиться. Милиционер идет, как будто нас не видит. А когда мы одни, он нас обязательно бы толкнул. А тут никто не трогает. Мы друг друга понимали с полслова, где молитва нас соединяла с ними. Потому что мы идем к Богу. Идем без обмана. Я вот отсидел, когда вернулся. Я реабилитирован. Политзаключенный. Ну и в местной тюрьме. Это 3700 преступников. Я с ними сотрудничал. Бесплатно помогал. Шел по камерам. С сопровождающим. И в камерах есть там мусульмане сидят. Я в первую очередь старался помочь им. Почему? Это другая обстановка. Другие люди, другая пища. Ему тяжело очень. Я раздаю там чистую бумагу. На Пасху яйца покрасили, принесли. И в первую очередь этим людям. А почему вы к мусульманам так относитесь? Я объяснил. Если это были бы в Америке, то я бы русским первым помог, потому что им там тяжелее. Так он преступник, он убил. Меня Бог не послал исследовать. Он сказал в своем глазу, смотри, бревно, а не сучки в другом глазу. Вот у нас обстановка, город Барнаул мы, очень такая мирная обстановка с людьми, с мусульманами, с другими. Очень хорошая такая обстановка. У нас нигде нет загвоздки друг друга, чтобы как-то, вообще никак. И нас глава администрации города собирал раз в год, политические, ну, эти, религиозные деятели-то. И мы друг друга хорошо все знали. Там разные сектанты, баптисты, адвентисты, но мы православные. У нас фотографии сохранились с этого времени. Господь призвал к миру. К миру и любви. И мы им свидетельствуем, что за наши грехи умер Христос. Я когда беседовал с имами, с имами, один из них из Йемена приехал и говорит, вот если будет сын Мария, Мария, нас судить, горе нам будет. Я говорю, у нас в Библии написано, он будет судить. Он судья будет. А что Библию изменили, ни один грамотный человек не скажет. Это так, просто по незнанию. Ни одной буквы не изменено. Потому что оригинал есть и хранится в музее. Синайский манускрипт относится к 136 году. Его правительство, Константин Тишиндор, да был исследователь, на Синайском полуострове, в Екатериновский монастырь. И подарил русскому правительству. А уже советские продали британского музея за 500 тысяч долларов. Вот это сегодня миллиарды, миллиарды не один, наверное. У вас же Иисус Бог, да? У вас же Иисус Бог? Нет, не просто Иисус Бог, а второе лицо Троицы. В Боге. Да. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но это три, вместе один Бог. У него три лица, три ипостаси. Тайна непонятна ни одному человеку. Так, вот, нет, непонятно, потому что в этом-то и суть, что Всевышний послал Его. И это знамение Всевышнего, что Он забрал Его. Ведь могилы же нету Иисуса, да? Иисус умер, воскрес и вознёсся. Да, да, Его Всевышний забрал, как знамение. Он спустится обратно, правильно? У вас же написано в Библии тоже, что Он спустится. Так написано, 23 глава Луки, Евангелие. Да, да, я не знаю, что у вас написано, но у нас написано, что Он спустится, убьёт Антихриста, Антихриста, и потом сломает крест и убьёт свинью. Вы знаете, вот Мухаммад, я когда говорю с мусульманами, у меня три слова табу, которые я никогда не произношу. Аллах, Мухаммад и Коран. Я стараюсь не говорить. Почему? Меня Господь послал не опровергать Коран, а проповедовать Евангелие. Ну, вот эти три слова. Вот если вы заказываете, говорите, а вот так. А у нас написано послание Галатам, первая глава, восьмой, девятый стих. Если бы мы, апостолы... Нет, хорошо, подождите. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Сейчас отвечу. Я на вопрос отвечаю. Я сейчас отвечу вопрос, потом скажете. Написано так. Если бы мы, апостолы, или даже ангел с неба, будет благовествовать не то, что мы говорили, да будет анапима, херем, то есть проклятие. Дальше. Деяние 4.12. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Я Евангелие проповедую, Библию, а вы сами решайте. Нет, я знаю, что вы проповеду. Вы православный человек, правильно? Да. Ведь Иисус же не говорит, я Бог, поклоняйтесь мне. В Библии Он такого не говорит. А у нас Аллах говорил, почти в каждой суре Он говорит, я Всевышний, я один. Просто я один, и все, кроме меня нет никого. Не представляйте ко мне со товарищей. Как это про вас сказано, про иудеев сказано, про этих буддистов, про этих же сказано. Это же давних времен уже идет. Ведь буддизм первое появилось. Потом что появилось? Христианство что? Не помню точно. Вот мы считаем... Там последнее вот ислам, который нам отправляли, чтобы человек, люди образумились. Разве они не видят наши знамения и не осмыслят об этом? Ведь в Харане же это написано, про это все. Вот смотрите, когда Христа гнали, иудеи хотели убить Его за то, что Он себя делал равным Богу. Прямо написано. А Он нигде себя не называл. Он говорит, я и Отец одно. 10 глава, 30 стих Евангелия Теанна. Как это не говорил? Вы просто не знаете. Значит, иудеи сильнее Его. Обычные, простые иудеи сильнее Его. Если они Его убили. Апостол Павел говорит так. Бог явился во плоти, показал себя ангелом, проповедан в народах, вознесся во славе. И поэтому у нас главный праздник Пасха. Христос воскрес, отмечает воистину воскрес. Воскресение. Что? В честь воскресения Христова. Вот вы, Мухаммад умер в 632 году. По лета исчисления от Рождества Христова. Шесть столетий прошло, и люди не знали. И вдруг все неправильно. Но если неправильно, покажи, которое правильно, чтобы мы увидели. А ничего нету. Простые, голые слова. А неправильно. Я могу сказать вам, что вы говорите, все неправильно. Я должен доказать. Я скажу, вы отвечаете правильно, как написано в Коране. Я ничего в вашем Коране не хочу подвергать сомнению. Почему? Это ваша книга священная. Для нас Библия. А вы в Мухаммаде не верите? Он был, как это не было? Он есть, он был. У него было 72 сражения. И только два, когда защищался. А 70, когда нападали, грабили караваны и прочее. Это не где-то «Звезда Востока», журнал, который в советское время выпускался. Дословно все выписано. Я мусульманством занимался не один год. И у нас очень близкие отношения. Вы не уверовали, да, в ислам? Ислам, нет. Это не спасительно. Спасительно, когда Христос умер за грехи людей. Он оправдывает меня. И верой во Христа, я получаю прощение. А по Мухаммаду, нет. Он брал на слух. Он был купец. Купец. Жена его там на 25, что ли, лет старше была. Он был очень любознательный. И что слышал? Рядом жили за растристы. Еретики. И оттуда что-то он многое взял. А вы не замечаете, что христианство исчезает в моменты? Вы не замечаете, годом, год, за год христианство исчезает? Люди приходят в ислам. Ведь Всевышний говорит, я направляю на прямой путь, кого захочу. Так. Избиваясь при его пути, кого захочу. Всевышний так говорит. У вас в мусульманстве написано, что мусульмане погибнут. Что? Что с вами будет борьбу вести сатана, и вас всех погубит. У вас не написано это? Это про дьявола, который вы имеете в виду? Да. А у нас прямо написано. Это единственная религия в мире, которая говорит о том, о чем сейчас вы сказали. Господь говорит, он будет вести войну со святыми, Антихрист, и победит. То есть останутся очень мало. У нас написано это? Нет, я имею в виду про людей. А я про людей говорю. Про людей, джиннов, которых он сбивает с него губит. Потому что джинны... Я про людей говорю. Вы все правильно сказали. Правильно. Потому что в мусульманстве ничего великого-то нет. Вот у нас, допустим, на женщину посмотрел. Я дома сижу, в окно посмотрел. И подумал, была бы она, я бы уже прелюбодеевствовал. А он разрешил четыре жены, а у нас это подлый разврат. Мусульманам-то ничего высокого-то нет. У нас какое? Даже в мыслях судить нельзя. Допустим, я разговариваю, я сам думаю, какой стервец. Вот бы ему... Это уже я убийца. А у вас нужды нету. Подряд гоноломы резут, взрывают все и за грех не считают. А это не мусульмане уже. А кто? Он тот, который идил, он вас сейчас убил за эти слова. Единственный истинный пример дал наш пророк Мухаммад. Хорошо, идил. Идеальным человеком. Так, и... Идил. Он был лучшим человеком, который вступал на эту землю. Он был лучше Исы. Иисуса вашего. Это пророк. Он был лучше всех. Ему дали характер, великий голос Дауда, красоту Юсупа. Ему все дали с пророком. 12 тысяч пророков ему все дали. Все качества. Вот он есть. Идеальный пример. Он никогда в жизни не говорил тфу на родителя. Сейчас люди посмотрят на родителей плохо. Потому что сердце у него такое, понимаете? А Мухаммад, он даже врал правдой. Он врал правдой, понимаете? Я... И даже шутил правдой. Три слова не будут трогать. Он не говорил, взрывайте, отмечайте мое день рождения. Ну, хорошо. Он не говорил, будьте как я, молитесь как я. И тогда вы будете истинно... Ну, из этого учения, поймите, сколько взрывов в Москве, в метро... Это не мусульмане. Просто, знаете, люди их ведут так, чтобы они взрывали. Нет, это настоящие мусульмане. ИГИЛ. ИГИЛ, которые захватили, там околого живут езид. Сколько? Это не мусульмане, я прямо говорю. Вот они не слышат вас. Они бы вас сегодня уничтожили. ИГИЛ... Так, они мусульманов тоже убивают, вы понимаете? Они своих в Сирии убивают. Да, они убивают. Убивают, потому что они не настоящие мусульмане. В их понимании. Они вообще не мусульмане. Они делают вид, как мусульмане. Я вас не оспариваю, только говорю, как они понимают. Они вас за эти слова сейчас бы сразу ликвидировали. А у нас, даже я не такой христианин, у нас никто не трогает. Вот у нас перешел человек в мусульмане, и нужды никакой нет. Мы помолились, и все. Но если из мусульман идет то-то, у них прямо написано, уничтожь его. Тут уж не надо отказываться. Это... Что идет? Вот, допустим, человек был мусульманин, а потом он принял веру христианскую. Что? У них задача стоит любыми путями уничтожить его. Это прямо написано. Что вы говорите-то? А если христианин, язычников уничтожь, а христианин поработил и там закят, брат, какой налог с него, одна двадцатая и все. Я это знаю не... Если христианин примет мусульманство, его надо убить? Если христианин примет мусульманство, ему ничего не будет. Никто. А если мусульманин принимает христианство, они его обязательно должны найти и убить, если настоящие мусульмане. Это закон у них такой. Вы не знаете... Вот я осмелилась назвать его богом. Жена министра уверовала в Пакистане. Вот откройте документальную повесть. Я осмелилась назвать его богом. Балтис, фамилия ее. Отцом. А? Отцом. Отцом. Да-да. Я осмелилась назвать его отцом. Как ей пришлось бежать. У нее там уверовали три христианина. Короткое время прошло, всех зарезали. Это уже не надо отрицать. Вот берут интервью, мальчик 16 лет. Знаете, я вам что скажу? В христианстве нет сладости веры, потому что ее нет. Вера заключается в исламе. Когда человек рождается, младенец, ему нравится слушать Коран. Вот посмотрите знамение Всевышнего. Когда Коран включает, человек, маленький ребенок засыпает. А когда ему музыку включает, он плачет, не хочет это слушать. А слова Всевышнего, это о чем он говорит? Это знамение Всевышнего. Ему нравится это, потому что он был там. Понимаете, когда Всевышний душу создавал. Он отправил в эту душу, он просто маленький, он безгрешная вот эта душа. Он слышит это. Это все знамение Всевышнего. Вот. Поэтому человек растет и чувствует сладость веры. И поэтому он боится, что поведет так. А человек, который находится в христианстве, он не боится ничего. Понимаете, это редкий случай, если человек просто говорит то, что Христос умер за наши грехи. Нужно следовать за ним. Нужно показать реально Иисуса Христа. А то мусульмане уже там, не знаю, показывают своего пророка, какой он был, своего примера. Нам нужно тоже показывать, какой был Христос. Так в этом-то случае, смотрите, в Мухаммаде, ему дали качество Исы. Понимаете, все в нем, все пророки, которые качества были, лицо, внешность, все в нем. Вот мы в него верим, верим во Всевышний, верим в Иисус, во всех пророков, 12 тысяч. И вот, человек знает во что верить, у него есть в душе сладость веры. И вот поэтому, когда человек начинает оскорблять Ислам, у него сразу в душе кипит, вы понимаете? Потому что сладость веры внутри. Он в это верит. А когда вы скажете, например, русский, он скажет, я христианин. Ему скажете про христианство что-то плохое. Он скажет, что это твое дело говорит. Где взрывы? Андрей Кураев у нас, это дьякон, писал, говорит, в самом основании муслима, ислама-то, уже подушки гексогенов со взрывчаткой лежат. И где бы в мире не были сегодня взрывы, во всех странах, во Франции, где только мусульмане, все неправильно, они делают по-своему правильно. По их учению. Не надо так. В Испании взрывы были? Да, были. В Великобритании? Были. И только мусульмане, буддисты, ни одного нету. Не надо. Смотрите. Эта религия вся на крови устроена. По их учению, повторяю. Не просто какие-то придурки. Откуда вы можете знать, что теракт делал мусульмане? Не надо. Люди умирают от этого. Вот они, смотрите, женщины, поясок замкнула и взорвала себя и других. Это сколько примеров. Да, я же говорю, вот в интернете очень много таких, которые призывают, таких каналов уже заблокировали уже давно, которые призывают, говорят, что если ты взорвешь Всевышний, сделай так, что ты умрешь шахидом, и ты попадешь в рай. Да. Вот, они в это верят, и, естественно, они одевают. Правильно. Истина ислама, они не знают. Понимаете, истина, то, что написано в Коране. Они учат по Корану, не как-то. За Коран они. И вот я, мне разницы нет, как вы верите. Но я исследовал учения в ИГИЛе, вот которые, там, шахиды где-то, их учение более близкое к полному исполнению, чем те, как вы говорите. Именно призывает к этому. Вот возьмите, описывает Хаджи Мурат Лев Толстой. У них там джихад объявили. Я, говорит, убил его, подполз оружие снять. Я подполз, у него кинжал там забираю. Он глаза открыл и говорит, ты меня убил, а мне хорошо. Прими джихад. Это герои веры. Но по-своему, по нашему учению, они все в ад идут. Взрывают детские сады, ни на что не смотрят. Это не мне говорить. Наши мучения, они тоже в ад идут? У нас этого нет ни у кого, ни у католиков, ни у баптистов. В мирное время взрывать поезда и прочее. Метро нигде нет, во всем мире. Ну, ладно, мы не об этом говорим. Дело в том, что Христос умер за нас. Вы не понимаете, что в исламе такого нет, вы меня не слышите. Ну, ладно. Это люди, которые создали себе такое. Они призывают к этому, чтобы неверно все исчезли. А такого не будет. Неверно будет до конца существовать, до конца судного часа. Иран и Ирак между собой воюют. Заметьте, Иран и Ирак. Две мусульманские страны нас между друг другом убивают. Почему? Да, да, Иран и Ирак, правильно. Они Иран, они шииты, они сунниты. Они шииты. А другие сунниты. Создал свою личную кабу, которому они поклоняются. Это неправильно. Есть только одна каба. Все арабы, все шейки, все просят у Аллаха, чтобы они... Чтобы их направлен на истинный путь. Потому что они все как и иначе являются нашими братьями. Все вы являетесь нашими братьями. Вы в хорошем кресле сидите и так рассуждаете. А там не так. Мальчик шестилетний. Он даже меньше ему маленько, пять лет. Его взяли игиловцы к себе и продержали, кажется, два месяца. И домой, когда его вернули, когда было сражение, его вернули. Он не хочет разговаривать. Он маленькую палку взял, на мать стращит стоит, на отца. Мы, говорит, ничего не можем сделать уже с ним. Они его маленького ребенка полностью зазомбировали. Ему только убивать, ползать надо и прочее. Но у христиан ни у кого этого нет. Но мы должны сказать, что так. Вы, говорит, они извращают. Я тщательно, внимательно слушал, которые там игиловцы. Я написал Путину письмо, чтобы мне помогли пересечь границу. В начале переговора с игиловцами уже наши пишут, чтобы меня они приняли. Но они не разрешат, говорят. Я договорюсь, говорить не буду. Я буду только молиться. Притом на самых опасных участках, где ракеты падают русские. А зачем? У меня свой план. Я мир туда должен был принести. Меня поблагодарили от администрации Путина, президента. Но дальше не пустили. А я готов был на это. Мне 80 лет, мне терять нечего. Они мне очень близкие эти люди. Я за них молился. А не то, что они неправильно делают-то. Они за чистоту Корана борются. Это я вам свидетельствую, как христианин. А тут расслабление. Вот мы идем по Библии, как положено. Так нас свои православные, они нас вот так вот долбят все время. Клевещут на нас. У меня пришлось в Ютубе, вот у нас вот это большой ресурс, открытым оком в Осетии Библии называется. Мне пришлось заблокировать 7000 человек, которые против. Матерят меня, ничего не смотрят. Из них ни одного мусульманина нету. Это наши. Наши друг друга сжирают. А я говорю, почему мусульмане друг против друга не воюют? Видите как? Они не глядят, что мне возраст, а там какой-то пацан, он матерится, что угодно. Я его в черный список. 7000 занес только на моем канале. Хотя у меня здесь роликов 13900. Во Свете Библии, открытым оком. И там отдельно тема мусульманства. Вы зайдете на сайт, вот с этими словами сайт. Я отвечаю на 4124 вопроса. Я в пяти университетах вел занятия. Три радиопрограммы. Милиции, воинских частях, школах. Нельзя сказать, где бы я не проповедовал. Я отвечаю отдельно тема мусульманства. Там я отвечаю примерно на 120 вопросов. Которые мне задавали в университетах, на площадях. Я отвечаю согласно писанию Святой Библии. И ни один мусульманин мне не сказал упрек. Говорят, да вы Коран знаете лучше нашего. Я учился специально. На Ютубе про вас все плохо пишут. Да, в Ютубе обо мне 10 статей. Из 10 9 плохие. Почему? А пишут и православные. А они ничего не могут сказать. Меня мусульманином обзывают. Я и об евреях. У меня там 176 вопросов задано в папке. 176. Там вопросы открываются. В каком томе в моей книге написано? Это 38 томов. В книге откроется сам ответ. Иногда ответ бывает на 10 страниц. Всегда отвечаю по четырем параметрам. Что говорит Библия по этому вопросу студенты задают. Дальше. Что на этот вопрос отвечают святые отцы? Это патрология менее 300 томов. Из них я должен на память с капитрой сказать. Что говорят жития святых? Это 12 томов. 1173 биографии. И правила. 719 правил. По четырем параметрам я отвечаю им ответ. А священники не работают. Они против. У нас нельзя пить. У нас даже в помине этого нет. Воровать. Материться. Исключенно. Православную деревню строим. А они ничего не могут делать. Деньги, деньги, деньги. Везде все за деньги. А мы все отдали. У нас ничего нет. И мы помогаем мусульманам. А когда ехал в дороге, мусульмане нам помогали. Не помогали. Вот какое дело. Вы сегодня попали на необычный YouTube канал. Если зайдете. Там зарядите, допустим, Игнатий Лапкин и мусульмане. И вы увидите, как мы в доме умлы ночуем. Какие они умные люди. Жена на четырех языках разговаривает. А муж на шести языках. Вот какие мусульмане. Среди русских мы ни одного такого не нашли. Я не боюсь это сказать. Я должен правду говорить. Христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Так, если будет у вас желание поговорить. Внизу написано вот мои фамилии, имя. В скайпе. И мы можем побеседовать. Вы увидите наших людей, как они одеты. Вот на канал зайдите. И вчера у нас было богослужение. Свежий ролик. Открытым оком, глазом. И во свете Библии. Я каждый день выставляю примерно 10 роликов. У нас большая работа идет. Я вот начальник детского лагеря. Сам лагерь образовал. 45 лет. Без помощи государства. Ни рубля не дали. Тысячи детей подняли. У меня и мусульмане, и кого только не было. Мы православные. А были баптисты, немцы, евреи. И мы никого не принуждали. Как ты приучен, вот так молиться, так и молись. И они меня давили и давили, свои русские органы. 45 лет это больше полжизни. Вот так. А если я мусульманскому ребенку где помог, он не знает меня, куда посадить. Мой дедушка, это у меня наследственно к мусульманам. Они из Казаха, из Казахстана. Они проезжали через деревню нашу, Карповка, где я родился. А мой дед, Ченарев Егор Илларионович, я не знаю, как так, почему он на конце деревни жил. И к нему заезжали. А остальные это басурманик, с кем разговаривает, там щурки с глазами. А у деда по-другому. Он их кормил, поил и провожал. И когда он поехал зачем-то, тоже я не знаю, мама рассказывала, и попал на их аул. Аул деревня-то. Так они его, говорит, стащили с телеги и на руках по всему аулу показывают, показывают, про кого мы говорили, кто нас принимает, это он. Он. То есть они очень благодарные люди. Я это сам испытал. Видишь как, мы очень близкие друг к другу, мусульмане. Но мы должны сказать, что все эти три мировые религии дали евреи. Иудаизм, мусульманство, христианство. И поэтому к еврею особое отношение. Никогда не злословить. Это благословение. Вы называете Ибрагим, а у нас это Авраам. У нас Соломон, а вы говорите Сулейман. Но это только имена, произношение, транскрипция другая. Да у нас все одинаково. Просто вы считаете Иисуса Богом, а мы пророком. Но пророком. В этом-то и разница. Он Бог. Он умер за грехи наши. В этом разница. Он омыл меня кровью своей. Я оправдан им. Я жить не могу уже по-другому. Я себе не принадлежу. Ну, у нас сегодня встреча с вами была хорошая. Вы зайдите на наш канал. И вот то, что мы с вами разговариваем, дней через 10 будет стоять в эфире. Вам будет очень интересно. Я благодарю Бога, что мы с вами встретились. Хорошо, что вы Коран знаете как и Священное Писание. Вот кое-что там известно вам. Ну, все. С Богом. С Богом. Вопросов нет конкретных? Да сохранит вас Господь и благословит. Во славу Божию.